Расширенное заседание Брестского областного комитета ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил началось с короткого экскурса в историю создания памятного знака погибшим при исполнении служебного долга сотрудника милиции Брещины, который установлен в областном центре на улице Ленина, и возложение цветов к мемориалу. А затем для участников мероприятия прошла экскурсия в музей Брестской милиции, которую провел хранитель экспозиции Николай Радзиюк. Ветеранов вооруженных сил и милиции объединяют не только погоны и офицерская честь. Обе структуры стоят на страже интересов своей родины и государства. Каждая организация имеет свою историю и свои традиции. В музее мы постарались все поколения милиционеров показать заслуженных, уважаемых, которые проявили мужество и героизм, в том числе не только в войну отечественную, но и в Афганистане, и в Чернобыле, когда не знали, чем это кончится, но люди поехали, приказ выполнили, сказали есть, прибыли обратно. Есть примеры сегодня молодых сотрудников, которые проявляют мужество и героизм, имеют награды, государственные ордена и медали за свои поступки, за риск, который они выполняют. Поэтому, конечно, здесь есть что показать. В ходе заседания областного комитета ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил, в котором приняли участие начальник УВД Брестского облсполкома Александр Острейко, а также председатели отраслевых ветеранских организаций, подвели итоги работы комитета за прошедший год и определили новые формы и методы своей деятельности. Сегодня ветераны войны главный символ победы, и их роль в патриотическом воспитании молодежи очень велика. Ветеранская организация Брестской области занимает одно из ведущих мест среди областных ветеранских организаций в Республике Беларусь. Об этом было сказано и на конференции, об этом было сказано и председателям Республиканского Совета ветеранов, Потому что Брестская организация властная стоит на острие главного удара в вопросах патриотического воспитания молодежи. И не только молодежи, и всех слоев населения. По итогам заседания принят ряд документов по проведению праздничных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине со дня освобождения Беларуси и увековечению памяти героев войны.